По прогнозам Американского института изучения войны, Путин не остановится в 2023 году. Аналитики предполагают, что президент Российской Федерации намерен продолжить войну и в следующем году. Глава Кремля рассчитывает на суровую зиму, которая способна заставить Европу перестать помогать Украине. Весной же Путин попытается использовать в войне российских призывников после нескольких месяцев подготовки. Также эксперты считают, что российский диктатор не стремится к прямому военному конфликту с НАТО. Но в то же время будет намекать на использование оружия, массового поражения и угрожать альянсу. А если чем Путину продолжать эту войну и чем угрожать миру, поговорим. В нашем эфире Марк Фейгин, российский политический деятель, адвокат, блогер. Марк Захарович, ждем вас в нашем эфире. Здравствуйте, Марк Захарович. Рад приветствовать, рад приветствовать. Взаимно. Ну, понятно, что у Путина не так много осталось вариантов в этой войне. Один из них, кто вот сейчас пишет в Институте изучения войны, это зима. Мол, холода могут нарушить единство европейцев и они перестанут поддерживать Украину. Скажите, на чем могут строиться такие надежды Путина? Действительно есть риски, что мороз может отвернуть Европу от Украины и сделать наши отношения более холодными? У самой Европы нет этих проблем. Начнем с этого. Ее, во всяком случае, инфраструктуру критическую не разрушают ракетными ударами и ударами дронов. Поэтому, на самом деле, отвернуть с точки зрения того, что Европе будет не до Украины, надо будет заниматься собственными проблемами, я так не считаю. Я вот сам в Европе нахожусь и никаких признаков того, что здесь будут какие-то совершенно кризисные явления по части обеспечения теплом, вот что-то такое, при отсутствии российского газа, я не наблюдаю, я не вижу. То есть это что, очередной блеф? Путин блефует, делая акцент на том, что европейцы устанут, они не захотят отказываться от привыкших благ и тому подобное. Да, это все ерунда. Это чуть, может, стало дороже, это, может быть, где-то имеет какие-то ограничения по температуре, настолько незначительно, что говорить об этом не о чем. Вокруг Европы течет гольфстрим, и это гораздо мощнее, чем путинские угрозы отключения газа. Я думаю, с этой проблемой Европа сама справится. А вот теперь, что касается ударов по критической инфраструктуре самой Украины. Я думаю, там, ну, помимо того, что вот сказано, есть расчет на то, что огромная масса беженцев могут двинуться в Европу из Украины, потому что им действительно нужно свет, тепло, вода, вода теплая. И это увеличит поток беженцев. Но, с другой стороны, ведь и без того беженцев очень-очень много. Из Украины, там, по разным оцентам, до 9 миллионов покинуло Украину. Женщины, дети. Ну, хорошо, прибавится еще какая-то цифра. А что это меняет? То есть Европа переварит Украину. Переварит украинцев и устроит беженцев. Ну, да, это будет не блестящая жизнь. Денег будет не хватать. Будет масса проблем. Но сказать о том, что Европа перекроет границы ввиду миграционного кризиса, ну, их и так уже очень много в Европе. Европа 300 миллионная. Себя выбрала эти 9, понимаете? Ну, вберет еще какое-то количество миллионов. Поэтому с этой точки зрения угрозы нет. Да, и сдержки финансовые большие. Они уже есть в связи с войной в Европе. В Восточной Европе они, безусловно, есть. Это накладывается и на рецессию, в целом, которая циклическая. Она каждые 10 лет. И экономика, в общем, после пандемии, после всех проблем, да еще и войны сразу же, ну, конечно, испытывает огромный стресс. Но сказать, что это смертельный кризис и такой, что он может повлиять на поддержку и Европы, ну, Запада в целом, Украины, я пока этого не вижу. Скажите, а чем реально тогда Путин может угрожать? Ну, вот смотрите, да, беженцы. Ну, как-то мы уже привыкли, украинцы, с начала 24 февраля, с начала этой войны, ко многим страшным вещам, которым, ну, ранее, в мирное время, наверное, страшно было представить. Но мы сильные, мы стоим, да, мы уже привыкли к самому страшному. Привыкли видеть смерть, привыкли слышать о разрушенных городах, о пыточных, обо всем. И угрозы ядерным оружием тоже уже как-то особо не страшат, по большому счету, уже как-то адаптировались. И мир тоже, и к угрозам, к этим голодным всем угрозам, что заморим голодом и тому подобное. Вот реально, у Путина есть что-то, чем он еще может страшить мир? Ну, только ядерный удар, больше ничего. Радиоактивное облако, которое возникнет, если удар придется по Украине, будет двигаться в сторону Запада, в Европу, на Запад. Но это неминуемый конфликт с НАТО, это, соответственно, реакция. Да, 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 конечно. У этого будут прямые последствия для самой Москвы. Так все это опосредованно. Мобилизация, попытка вторжения с севера, увлечение Беларуси в войну. Это все такие вещи, которые могут остаться без прямого ответа со стороны НАТО в адрес Москвы. Применение ядерного оружия таким не останется. Я думаю, ему уже это объяснено. Вопрос же открытый, решится он на это или нет. Но так вот на 100% никто не ответит, потому что он непредсказуем в своем поведении. Но, тем не менее, это точно абсолютно та черта, пересекая которую, обратной дороги не будет. То есть, и сейчас можно еще флудить по поводу того, что мы могли бы переговоры провести, коллектив с РАП, и все. А о чем разговаривать, если он применит ядерное оружие? При том, что уже много раз его предупреждали о том, что это шаг, за которым вообще больше ничего не будет. Не те же самые переговоры. Просто не будет больше ничего. Просто как бы все. Хорошо. То есть, оставляет себе окно для каких-то переговоров. А что он об этом все время говорит тогда? Да, вот как вы думаете, будут расценены вот эти последние заявления Лаврова о переговорах? И, к слову, там интересная формулировка. Выглядит все так, как будто их еще Россию должны попросить сесть за стол переговора. Там дословно Лавров сказал, мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Очередная просьба, как будто их раньше просили, а они отказывали. Ну и Путин снова на Валдае. Рано или поздно придется начинать равный разговор. На что они давят в Кремле сейчас? Только на возможность применения ядерного оружия. А что у них еще есть? Уничтожать Украину? Ну давайте так, с точки зрения, как они видят Запад циничный. Так это же вы со славянами воюете. По большому счету вы чем угрожаете Западу как таковому? Попробуйте только. Погрозите. Вон что, первая дивизия стоит в Румынии. Попробуйте, нападите на нее. Кто вам мешает? Давайте, давайте. Они же уже ответили. Как только попытка подобная предпринята будет, будет ответ. И ответ будет совсем другого свойства. Не такой, который Москва в принципе может ожидать. Поэтому на самом деле это все не больше, чем завывание. Но это лишний раз свидетельствует, что ни на какие переговоры, как правильно говорят западные эксперты и вот этот институт войны американский, что он не собирается проводить переговоры. Он хочет за счет переговоров получить что-то свое. Перегруппировку сил, выиграть время, прекратить боевые действия, наступление ВСУ. Вот этого он хочет. И поэтому все эти переговоры несерьезные. И зачем Западу на них откликаться? Вот когда Путин действительно реально готов быть к компромиссам, к уступкам, понимая, что войну он эту не выиграл. Это главный тезис. Это главная предпосылка переговоров. Если бы он за два, за три дня или за неделю захватил бы Украину, и не было бы предмета, с кем бы он переговаривался. Он бы почивал на лаврах и ждал, пока к нему подползут. Но этого же не произошло. Почему это кто-то должен искать переговоры со стороной, которая явно войну проигрывает? Еще не до конца, но в принципе на грани того находится. Все время предполагается, что произойдет какой-то коренной перелом, и ни с того, ни с сего войска российские погонят ВСУ до Киева. С чего это произойдет? Откуда? Ну вот мобилизация. Хорошо, окей. Он призвал там, я не знаю, три сотни. Да, уже по тысяче в сутки гибнут. Ну правильно, потому что масса, она автоматически не конвертируется в успех. В качество, да. Да, в качество, которое, в общем, определяется на этой войне, что бы мы там ни говорили, с железом. Она определяется, у кого современное вооружение. А не Украина, потому что их Запад передал Украине. И непонятно, с чего бы это идти всему миру и Украине на попятную, и вдруг искать переговоры с Москвой в случае, когда она, в общем, только теряет. Она ничего не приобретает. Что они сейчас захватили территории какие-то? Они прорвались обратно к Харькову. А тогда непонятно, в чем предмет переговоров. Все очень просто. Ему же ясно об этом сказали. Освобождайте территорию, начинайте отход. И тогда, конечно, появляется какая-то площадка для переговоров. А что дальше? Но не так, что мы вот то, что заняли, заняли. А теперь еще дайте нам чего-нибудь, там, не знаю, в виде бемилитаризации, отказа отступления Украины в НАТО. И рассмотрите наши, как заявил Песков буквально вчера, снова вернуться к формату, значит, меморандума Путина декабря 2021 года. Который уже отвергнут, уже несколько раз. Всеми сторонами. Кем только можно. От Вашингтона до НАТО. Там, помните, в Вене даже проводились консультации в связи с этим, помимо саммита России-НАТО, ОБСЕ, значит, там парламентская ассамблея сидит. Я в ней выступал несколько раз. Зачем? Для чего? То есть, что вы хотите? Они хотят всего и за ни за что. Но, смотрите, ведь Путин и его армия, они сейчас как никогда слабы. И, как мне кажется, вот сейчас действительно тот самый исторический момент, когда вот найдись воля и смелость, та же Европа, США, конечно же, украинская армия в первую очередь. Мы можем додавить ситуацию и просто раздавить Путина, его всю эту империю диктаторскую. Что все-таки может сдерживать коллективный Запад от такого желания? Ведь это все очевидно и возможно. Страх применения ядерного оружия только это? Точно так. Только это. Больше ничего. Но ведь есть ответ. Очень четкий ответ НАТО. Что они готовы сделать в случае, не дай бог, применения Путиным ядерного оружия? Что? Какие есть возможности? Ну, НАТО боится издержек. Издержек. Да, конечно, НАТО победит в этом противостоянии с использованием ядерного оружия, тактического или иного. Но издержки будут. И НАТО, и западный мир боятся этих издержек. Гибели людей массовые. Потому что это же гуманитарный мир. Несмотря на все обвинения в цинизме, там еще что-то. Но это гуманитарный мир, в котором ценности выше. И человеческая жизнь высоко ставится. И даже потеря, я не знаю, десятков тысяч, сотен тысяч жизней – это невероятно высокая цена. Для Путина это ничто. Он же диктатор. Ему все равно наплевать, сколько погибнет. А для Запада – нет. Если бы не было ядерного оружия, давно бы ничего вообще не было. Москва была бы раздавлена. Это факт. Послушайте, но ведь если бы Путин был последовательным, то, наверное, ядерное оружие, он бы уже нашел предпосылки, когда он его мог применить. То же НАТО, оно уже буквально у границ России. Украина тоже заявляет свое желание стать членом Альянса. Украина каждый день отвоевывает те территории, которые незаконно были аннексированы России. И Путин их считает территорией России, а мы там воюем и побеждаем, и успешно проводим свои спецоперации. Но Путин молчит. Неужели кто-то боится действительно ядерного Путина? Нет, ну понимаете как? Запад обязан этого бояться. Не то, что он боится, он обязан бояться, он должен учитывать все обстоятельства. Все-таки, понимаете, Запад тем и отличается от Москвы, что это все-таки политическая демократия, в которой, знаете, единоличных решений такого масштаба не могут принять президенты, или его окружение, или Пентагон, или, не знаю, лидеры национальных территорий в Европе. Они не могут единолично это принять. Все-таки некое коллективное сообщество, которое, если решается на какие-то вещи необратимые, ядерного уже всегда необратимые вещи, потому что за ним больше ничего не будет. Да, то это всегда некая коллективная дискуссия. И она на Западе ведется. В России нет, потому что Россия это диктатура, это такая восточного типа деспотия, с разными отдельными ригидными советскими элементами, с каким-то флером, таким, знаете, декорацией, там, с велодорожками. Но это все равно, в общем, диктатура жесточайшая. Репрессивная, карательная, клептократия еще ко всему прочему. Там один человек может принимать решение, на Западе же не так. Поэтому идут тяжелейшие и сложнейшие дискуссии, безусловно. Я думаю, есть какая-то ставка, пусть и призрачная, на внутренний переворот, на внутренние изменения, что Путин, как единоличное лицо, принимающий решение о применении такого ядерного оружия, будет устранен. Возможно, для этого даже совершаются какие-то действия, которые никто не обозначит публично. Мы же тоже это понимаем. Но работа эта идет, и, возможно, на нее и ставится какой-то расчет. А может быть показателем решимости или нерешимости Путина что-либо сделать? Вот какая-то реакция на то, что Киев, Анкара, ООН договорились все-таки о продолжении зерновой сделки. И, известно, договорились о выходе 14 суден. И 6 накануне вышли с зерном в африканские страны, в Эфиопии в частности. И Песков сегодня сказал, что в таком случае, если без России о чем-то договорились, гарантировать безопасность будет невозможно. Наверняка какая-то реакция то ли будет, то ли проглотят. И мы посмотрим, да? Как вы предполагаете? Открытый вопрос. То есть тут он вступит в прямой конфликт с Турцией, который он рассчитывал использовать. Она не союзник такой стратегический. Но она могла бы быть инструментом, который Путин использует для решения ряда вопросов. Например, передавать западу просьбы о переговорах, предложения о переговорах. Решать вопросы обхода санкций. Решать вопросы, скажем так, энергетического шантажа. Они тоже частично решаются, используя Турцию. Но они, правда, все равно кончаются для Москвы ничем. Вот зерновой шантаж. Поэтому на самом деле конфликт... У Путина ведь сокращается число союзников. Вот посмотрите. В начале, на старте конфликта можно было... А вот как поведет себе Китай. То ли да, то ли нет. Даст ли оборужение, не даст. Как, что будет. Сейчас даже вопрос так не стоит. Понимаете? То есть чем дальше идет война, тем более голым, тем более изолированным оказывается Путин. Ну а кто у него союзник? Только Иран. Ну не знаю, так помахивает ему Северная Корея. А так, в принципе, кто? Твердый союзник. Ну нельзя же в расчет брать там Никараку. То есть вы думаете, все-таки побоится ссориться с Анкарой, с Эрдоганом? Я все-таки думаю, что да. Потому что, знаете, ну Беларусь там, ладно, но это же мощнейшая держава. Она гегемон в Черноморском бассейне. Именно Турция. Ну вот представим себе, ударят по судам. Кстати, суды ООНовские. Они зафрахтованы ООН, оплачены и так далее. Ну попытаются сбить и что? А если Турция поможет, передаст определенные виды вооружений Украине, и удар будет мощнейший по Черноморскому флоту. Там больше нечем стрелять-то будет. Поэтому как-то вот вступать в конфликт, мы же помним, попытка вступить в конфликт с Турцией закончилась сбитым бомбардировщиком. Это еще вдоволь. Да, да. Ну он что, хочет повторить и такой опыт? Но это будет очередная потеря, очередное отступление, да, если сейчас... Конечно, если продают и сюда будут... Зерновой коридор будет работать без России. ...не участвовал в соглашении с Путиным. Вот в чем все дело. Она заключила договор с ООН и Турцией. Соответственно, ООН и Турция заключилась с Москвой. Это вот были такие сепаратные, отдельные договоренности. Ну, хорошо, вот с той стороны договоренности нарушены. Он не хочет Москва находиться в этих договоренностях с ООН и Турцией. Пожалуйста, свои суда со своим зерном. Даже вот с оккупированных территорий можете не отправлять. А Украина из Одесских портов, что бы ей не отправлять? То есть, понятно, что Москва бряцает оружием. Москва пытается шантажировать именно угрозой потопления гражданских судов. Просто грузовых, которые везут зерно. Ну что ж, это следующий виток эскалации. Если Москва на это решится, посмотрим за реакцией. Было бы правильным отреагировать военным же путем. Те, кто будут топить эти суда, должны сами быть потоплены. Ну, это же в основном будут применяться военно-морские силы, как я себе представляю. Ну, может быть, какие-то воевоздушные. Ну, значит, Турция как гарант этих отношений. А она в трехсторонней сделке с Украиной и ООН. Турция выступает таким гарантом. Украина отчасти. Но Турция через ее воды идет. Через ее, по-своему, до Донелы проходят корабли. Через ее проливы. А чьи они? Ну, значит, она должна их гарантировать. Ну, посмотрим, насколько Москва решится на такой резкий шаг. А вот назвали совершенно такое ограниченное количество партнеров в России сейчас, союзников, да, вы сказали, Северная Корея, да, и Иран. Что должно произойти, чтобы, если какие-то рычаги влияния на Иран, чтобы Иран перестал сотрудничать и продавать вооружение России? Ну, видите, Иран в особом положении находится. Он такой же, подобный, подобный. Понимаете, он же изгой, ему рисковать-то что? И без того тоже опоясана санкция, он на втором месте по количеству санкций после России, после Российской Федерации. Но все-таки, я вам скажу, если его поставят жестко перед условиями, ну, знаете, так, либо бомбардировка всех ваших дроновых заводов, там, в Натанзе ваших, центрифуг, все на свете. Ну, либо вы вот отказываетесь, участвуете в блокаде Москвы по части поставки вооружения, потому что это не одно и то же, что Украина. Украина защищается, агреть совершенно на ее территорию, а поддерживать агрессора, ну, этому препятствует и вообще принципы ООН, там, международные права, ну, много чего. Вот вы знаете, если поставят резко перед таким выбором и сделать, знаете, кто это? Китай. Потому что Китай имеет огромное влияние на Иран. Там особые отношения между Пекином и Тегераном. То тогда, да, Тегеран может отползти от этого всего, сказать, ну, как бы, мы пас. Вот там какие-то заводы в Сирии, еще что-то, сборочные предприятия, ну, вот там что-то в Китае делать, мы сами ничего поставлять не будем. Я думаю, в этом случае, если большая сделка состоится между Вашингтоном и Пекином, о которой поговаривают. Ну, вот Антони Блинкин не зря, да, несколько часов назад разговаривал по телефону с министром иностранных дел Китая. О чем-то же Ваны. Да, Ваны. Они собираются на саммите 20-ки обо всем договориться. Я так себе представляю. Ну, во всяком случае, дать старт большим договоренностям. И Америка чем-то пожертвует. Именно в пользу Пекина. Она пожертвует. А как вы думаете, Путин полетит все-таки, нет? Или им не? Нет, он не полетит. Нет, он не полетит, потому что не будет никаких переговоров с Байденом. Вот в чем все дело. А что ему лететь, если с ним никто не будет разговаривать? Мало того, я понимаю так, что президент Зеленский в онлайн-видеоконференц-связи попросит исключить Россию из 20-ки. И я вам скажу 50 на 50 вообще. 50 на 50. Могут исключить из 20-ки. Так же, как из восьмерки исключили. А почему из 20-ки не могут? Очень даже могут. Что ж, поживем, увидим. Спасибо, Марк Захарович. Так, не нужно. Да, спасибо. До свидания. Всем доброго. До свидания.